всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог сегодня в сегодняшнем влоге я хочу все таки показать не буду я долго затягивать этим видео потому что запрос у меня этот был давно показать вам все мои цветы которые у меня есть наверное покажу вот в этом помещении пока потом перейдем на второй этаж вот но прежде хочу снова показать вам свой заказ с магазина и 50 иди 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 четыре лапы да вот они четыре лапы мамины вот они майло пулечки вот они мои сладенькие их же надо кормить поить до красавчиков таки красавчик расскажите вот в общем я такой знаете человек которому меня должны быть запасы у меня обязательно должны быть запасы корма иначе я начинаю нервничать в общем снова сделала заказ забрал у меня его муж можно заказать с доставкой и я хочу вам напомнить что у меня есть промо-код который дает дополнительную скидку к вашим заказам и я всегда стараюсь приобретать знаете получше корм но по такой цене чтобы не сильно ударяла по карману я бы так сказала и как раз магазин четыре лапы с его огромным ассортиментом помогает мне в этом так что промо-код и всю информацию я вам оставлю под этим видео обязательно воспользуйтесь и покупайте вкусняшки своим питомцем давайте покажу вам заказ четыре лапы магазине тут у меня куча всего сейчас я вытащу вам покажу еще кладут видите всякие всякие вот такие вот бумажки очень удобно на самом деле оформила заказ тем более со скидкой моей получается намного дешевле и забрал его и все или привез привезли вам с доставкой вот все что я заказала мы заказала к там вот такой корм для кошек с чувствительным пищеварением на той касперу тоже что-то он у меня вот решила в общем вот такой взять в общем обычную пурину я беру тот который без спирулины любимый корм леофана покупать для чувствительного пищеварения там для профилактики мочекаменной болезни или для шерсти ну в общем разные тоже беру как всегда банин корм вот этот любимый дом она его очень любит с удовольствием кушает и взяла еще вот такие банки правда не для щенков но была акция на них тоже пойдет да вот такие пять штучек попробовать как понравится или нет это у нас изготовитель елецкий мясокомбинат кстати он хорошие делает банки уже обращаем внимание что они прямо внутри как мясо но это каспер каспер у меня очень любит вот такие шеба причем говядина кролик в соусе без всяких овощей желательно вот в общем касперюшку побаловать немножечко так что вот такой вот у меня был заказ промокод я вам оставлю под этим видео так что переходите заказывайте получается намного дешевле девочки даже просто можно оформить заказ и самим забрать в магазине и получится с моим промокодом дешевле у меня тут все дома болеют я тоже я еще пока держусь но я чувствую что меня немножко разбирает сегодня хорошая солнечная погода и я думаю что как раз таки цветы будет хорошо видно я кстати накрасила вот этим лаком с предыдущего видео показать красиво ногти но получилось так что он такой не очень мне понравился этот лак девочки потому что он такой в общем он полосит и он не сильно пигментированный хотя вот когда кисточку из баночки вытаскиваешь вроде он такой прям густой но нет он полосит и поэтому у меня получилось слишком толстые ногти у меня получились потому что я наносила аж целых три три или даже четыре слоя в общем надо короче ногти переделывать и скорее всего я этот лак буду использовать как ну как декор то для декора может быть для выделения одного ноготочка или двух общего насчет все равно дома сижу все равно мы все болеем дома поэтому как то так вот я хочу еще немножко так чуть-чуть поболтать с вами вот по поводу цветов комнатных я обожаю комнатные цветы я всю жизнь вот сколько я себя помню у меня всегда были комнатные цветы и у меня всегда были животные вот поэтому это то без чего я считаю свой дом пустым единственный период когда у меня было очень мало комнатных растений это после рождения моего первого сыночка у меня так получилось что я лежала неделю даже чуть больше до родов и получать у меня дома не было короче две недели вот и я когда приехала домой в общем у меня мой муж на радостях вот перестал поливать все мои цветы то есть две недели цветы были не политы и я пришла помню тогда домой и у меня просто осень многие цветы у меня тогда погибли потому что ну то есть я не смогла некоторые вообще восстановить вот и плюс еще после переезда то немаленькое количество которое у меня осталось точнее маленькое количество часть из них тоже погибла вот вот этот цветок он как раз таки выжил тогда и при переезде это единственный ну не единственное еще какие-то мне цветы которые выжили а вот этот вот тоже еще выжил вот и я еще хочу также сказать что я не помню название цветов эта информация у меня вылетает из головы вообще сразу же моментально я только помню как можно за ними ухаживать и все больше информации в моей голове не держится по поводу цветов я восхищаюсь теми людьми реально которые помнят все все названия и даже когда вы мне пишите наташа этот цветок называется так я вру ой спасибо день помню все на следующий день у меня эта информация выветривается я не знаю почему так есть кстати меня цветы которые никак не хотят жить у меня дома не знаю почему но вот есть один цветок я вам его покажу и не так давно его покупала и он у меня ну короче ему плохо я хочу его реанимировать надо будет купить землю как-то пересадить его попробовать ну в общем есть хотя очень многие удивляются почему у меня не живет этот цветок ну вот как то так несмотря на то что все остальные у меня достаточно хорошем состоянии есть что но вот один цветок как-то так и еще мне под предыдущим видео влогом да где я показывала там покупки особи одна девушка написала я ни в коем случае не считаю этот комментарий негативным нет просто написала что цветы из магазина обе леруа и так далее ну такие крупные да вот эти гипермаркеты можно так сказать что цветы там когда их приносишь домой они быстро погибают потому что они там перекормлены кто-то считает кстати не девушка написала кто-то считает что они там на гормонах и так далее так далее я так мечта но моя сестра с вами согласна серьезно потому что она тоже так считает она считает что там нельзя покупать там яблони например ну что-то для сада потому что все это плохое и еще какие-то она постоянно покупает что-то в питомниках где-то в каких-то местах других вот она достаточно редко там покупает но комнатные цветы покупает но вот ну в общем она тоже считает что это ужасный магазин единственное что с чем сталкивалась я это с тем что эти цветы бывают зараженные там клещами мучнистым червецом там еще чем-то вот этими и часто бывает так что я когда покупаю этот цветок у меня месяца три-четыре но с учетом того что я его сразу же пересаживаю другой горшок месяца три-четыре он у меня вообще никак не растет такое ощущение что даже немножко болеет и может даже скинуть листья те с которым я его купил но потом замечательно себе растут не все конечно быть у меня которые погибали но в общем и целом вот так вот у меня происходит в общем давайте все я закруглюсь болтанием и покажу вам уже мои цветы так ну вот здесь вот начнем отсюда здесь полочка у меня с орхидеями которые так не цветут хотя у меня когда были орхидеи вот как раз до рождения моего старшего сына они меня цвели замечательно вот эти почему-то не хотят ну да ладно так вот этот цветок вот эту вот лесенку для него сделал мой муж и этому цветку больше десяти лет это точно я как-то тут вспоминала сколько уже честно говоря не помню где-то я его приобретала но мне кажется что же что-то типа обе или в этом что-то в этом духе и при переезде он у меня сломался и оставался мне вот такой маленький росточек то есть здесь мы живем уже семь лет его за семь лет вот выросла вот такая огромная лиана него тоже кстати нужно пересадить он у меня вот здесь вот в горшке надо ему побольше горшочек так давайте начнем с окон еще раз говорю название не знаю просто буду показывать что у меня есть и в идеале конечно нужно было помыть окна подоконники сами цветы но я буду показывать как есть так вот этот вот тещин язык щучий хвост как его только не называют я знаю вот он меня тут тоже замечательно растет нравится ему это окошко это мне по моему отдавала сестра вот это точно мне отдавалась сестра вот такой цветок опять же не знаю как он называется его тоже нужно будет пересадить у него тут достаточно большой горшок но и сам цветок тоже достаточно большой вот как вы видите вот такой вот у меня красавец здесь так дальше продолжение этого подоконника вот этот цветок да вот этот вот так у него листики выглядят и вот такой у меня еще цветок живет тут вот такой вот тоже не знаю как называется да мы поняли дальше драться на которую я тут кстати недавно подстригла отстригла одну часть это оставила в общем тоже тут живет у меня вот такой это по моему разновидность фикуса я могу ошибаться вот вот такой вот это как щучий хвост до тещин язык я не знаю как тещин хвост и ну что-то типа того только вот такой маленький больше не вырастает вот такой вот так вот у меня еще цветочек самый главный вот такой цветок был куплен мною кстати в обе не помню когда ну тоже видите во всем живет растет вот и вот такой мне еще есть цветок я вообще не знаю как он называется я даже не помню как откуда он у меня взялся у него просто вот такие вот штуки вот вот такой вот он тут живет у меня до лев а дальше вот такая у меня герани я ее одно время запустила герань же это правильно называется и она мне короче переросла надо будет ее подстричь вот такая вот она потому что момент уже не цветет дальше вон тот вот я как-то покупала его в обе у меня вот так разрос состоял у меня раньше на другом окне и видим ему было слишком жарко там или что не знаю стали в него подать вот эти вот иголочки и переставила его сюда здесь ему лучше он там новенькие стали от него расти это фикус да девочки я могу шиваться вот таких у меня много кстати несколько штук три четыре или пять в общем много у меня их вот на этом подоконнике да я показывала вам один фикус да это я не стану короче вот такой же второй снова красавчик пришел и вот эти вот мои которые один уже отцвел вторая стрелочка красного начала распускаться вот это по-моему белый у меня должен быть тоже стрелочку пустил а у этого вот этот прошлом году мне отцвел по моему стрелочки нет снова герань подстриженная мною герань кстати это розовая такая ведь она недавно цвела у меня листики там и вот такой вот у меня еще это как вот этот вот у меня почему-то их много существа мне помню кто-то отдавал их вот не помню откуда они вот эти кстати живут у меня тоже года три вот этот точно года три тоже в обе их покупала видите живут и цветут все хорошо так следующий подоконник вот у меня только что говорила кто это в общем вы поняли это тоже вроде фикус да что него листики пожелтели немножко дальше вот такой цветочку мне есть он который кстати цветет у меня периодически цветет и не дальше вот такое как ирис мне напоминает почему-то вот такие вот у меня здесь на подоконнике стоят и сразу вот здесь вот последний подоконник это моя боль девочки вот это вот вас также у меня вот так игру убери убрал подоконник вот тут тоже два одинаковых вот они стоят балконная дверь вот но еще есть у меня цветы которые не стоят на подоконниках вот этот кактус моя любовь я просто его обожаю он мне очень нравится так отсвечивает ну вот он вот он вот такой вот кстати у него появились я живу пересадила вот у него появились новые как правильно листики назвать да это лесной кактус название не помню в обе его покупала сколько у меня уже несколько месяцев видите надо стал давать новые листочки единственное я выпрыскиваю каждый день на эту сторону я повесила вот такую кстати вот эти кашпо заказывала на вальберис прикольные они это монстера только вот такая вот как-то это разновидность монстеры называется с такими листиками с такими до того как я его повесила он был поеден котом как вы можете заметить вот такие вот и вон там у меня живет который как на березку похож я тоже не помню как это называется это какой-то разновидность декоративного винограда или что-то в этом духе покупала я осенью его вот он у меня под скидывал листья пока дом жил а потом стал убедите стали новенькие появляться так что я думаю тоже разрастется так и вот здесь вот у меня еще главный вредитель моих цветов которые их может ронять жевать потом их ну чистить желудок себе и все такое на леофан думаю ли ушка слотенький только мальчик у меня вот здесь у меня растет вот такая пальма тоже не знаю название девочки можете мне даже не писать я все равно не запомню так вот эту пальму я покупала в обе там был такой стенд он сейчас есть и я периодически туда прихожу где такие полупогибшие растения продавались со скидкой чуть ли там не в 90 процентов в общем я его купила рублей за 800 с одним листиком может быть 600 и вот он у меня вот так вот разросся я считаю что супер разросся с учетом того что как вы видите не хватает листочков вот видите пожеланные листики его периодически у меня жуют коты вот ну ничего не могу с этим сделать в общем вот такой вот он меня видите новые листочки все пускает и пускает вот так что такой вот красавец и у него он тоже его переставлялась место на место и самое лучшее место у него получилось вот здесь когда поставила я его сюда он стал хорошо расти и давать много новых листочков здесь вот он тоже видите выпускает вот новеньким это будет листики а это по-моему нет нет это тоже листик он то большие то маленький выпускает в общем люблю этот цветок он прям такое хорошее настроение прямо так и вот эта часть тоже показывал как есть это игрушки вот а вот эти вот колбы как они правильно называется из березы это у меня короче старший сын их притащил домой и сказал мама это под твои цветы причем сам сюда поставил цветы некоторые вот давайте покажу отсюда здесь вот как пальма да только поменьше как вот эта большая пальма только поменьше он у меня стояла на южном окне летом и обгорел вот тоже начал выпускать там новые листочки в общем я поставила сюда я что вообще не подумав поставила на южное окно вот этот цветок тоже у меня таких два на втором этаже еще есть это монстера до помню единственный сток который я знаю как называется да потому что он мне тоже очень нравится у меня есть большая монстера мне и отдавала сестра и я от нее сбоку там был такой росточек отщипнула этот росточек вот у него был один такой листик у сестры он погибал вот с такими листиками надала я короче оттуда выдернула и решила что хочу чтобы у меня было две монстера одна у меня стоит на втором этаже 2 будет здесь жить и вот цветок многострадальный который мне очень нравится я очень хочу чтобы он жил у меня в доме вот такой папорник знаете у некоторых есть он прям длинный такой прям вообще но у меня они не живут я не знаю почему это наверно мой пятый в моей жизни если не больше цветок и он у меня все время так сохнет несмотря на то что я ухаживаю часто поливая я не даем то есть у меня там и дренаж и все сделано то есть все как вот по науке как должно быть и опрыскиваю я его и все и вот все равно вроде вот начал видите новенькие выпускать но в общем и целом он вот такой вот убогенький у меня дальше вот здесь вот вот этот мой новенький у него дополнительное освещение почитала что ему очень важно чтобы свет но чтобы не было прямых солнечных лучей в общем поставила его сюда если что переставлю его на какое-то другое место здесь вот этот цветок тоже я его покупала в обе покупал вместе со стрелочкой на которой были детки и этих деток я посадила вот сюда кстати этот цветок у меня не жуют коты вообще не проявляют к нему никакого любопытства он вообще не нужен зачем он нужен когда у них есть пальма до боночка моя любимая вот так что детки кстати детки хорошо прижились я прямо в один горшок у так напихала и потом может куда-нибудь на второй этаж унесу или здесь оставлю это тоже разновидность папоротника тоже он не очень хорошо у меня живет эти периодически подсыхает не знаю может поменяю место может еще что ну тоже вот ему как-то не нравится ну и дра цена внизу вот и все нет не все забыла еще живот у меня это у меня как это ну он как-то по-другому называется ну короче это бамбук который я не воде оставила а посадила вот сюда вот и вот он у меня растет вроде ему даже неплохо здесь у меня в этом горшке росла дра цена большая большая такая но когда у меня вот этот котик который тут ходил за мной был маленький он сюда неоднократно написал и дра цена у меня умерла я тоже не подумала надо было вытащить вытащить всю землю насыпать новую ну в общем короче сама виновата я вот такой у меня цветок это тоже не так давно приобрет в этом году приобретенный мною это японский кто-то там по-другому японский каштан вот это я тоже запомнила потому что ты недавно приобретен ему цветок тоже тут непонятно то ли он выпускает листики то ли что-то ему не нравится вот но недавно он тоже у меня вот там вот молоденькие пошли тоже в обе куплены то же самое ну вот так что вот такой прелестник он здесь очень хорошо смотрится таким кустиком пышным мне нравится он потом если хочу такой ну высокий горшок чтобы он у меня так стоял красиво пока стоит здесь тоже в горшочке вот в таком то есть у меня здесь в одном горшке два цветка там еще игрушка какая-то в общем как-то так мне нравится так что вот такое вот у меня количество цветов конечно если брать квартиру то это слишком много если как у меня дом то у меня даже мало цветов то есть у меня еще есть много места куда я могу их поставить у меня еще есть очень много хотелок я люблю такие и большие и маленькие цветы но снова мне какие-то большие наверное ну или средненькие такие да еще очень хочу такую пальму которая называется фикус нет не фикус финик вот такая колючая мне кажется как раз супер мои животные не будут ее есть колючую кстати вот этот последний который японский каштан каштан и его называют потому что листья очень похожа а это как-то японский кто-то там это ядовитое растение вот сам рекомендуют даже пересаживать его в перчатках ну у меня есть ядовитое растение вы видели и ничего страшного не происходит как и не жуют их и так далее вот они пальму эту жуют у меня биталагу и никуда она большая ее никуда не денешь не спрячешь от них не оградишь никак они все равно если я куда-то отставляю так чтобы они не могли вообще к ней подлезть то они просто роняют и жуют ну как то так в основном то весной происходит вот так что вот такое вот у меня вот такая вот у меня оранжерия нет конечно я не коллекционер то же самое да я просто любитель ну и конечно же в этом видео моих хвостатиков игрище вечерние и утрешние у них обязательно без этого просто никуда ну и конечно же немножко короля познакомьтесь это король зовут его каспер и кстати да он самое главное животное в нашем доме то есть его боятся все абсолютно если он лежит где-то то его смещать так сказать с его места никто не имеет права никто не имеет права к нему без его ведома подходить это касается кстати не только животных но и людей он очень любит когда его тревожит тогда когда ему не хочется и в общем все в этом духе я уже говорила что характер у него такой вот ну и на такой прекрасной ноте на сегодня я буду с вами уже прощаться надеюсь что вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным вот так вот вечерние умывашки и спать не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч